Специалисты подсчитали, что человек употребляет нецензурные выражения в среднем 230 тысяч раз в течение жизни, хотя их всего-то 16 тысяч. Мат – это неоднозначное языковое явление. С одной стороны, использование нецензурных слов и выражений обществом не приветствуется. С другой – есть жанры, где эстетически нагруженная матерная лексика может быть коммуникативно оправдана. Например, анекдоты. Между тем, матерные слова подвергают тщательному изучению и даже составляют словари. В читальном зале библиотеки имени Маяковского есть один экземпляр русской заветной идиоматики Василия Буя. В словаре описаны около тысячи устойчивых выражений, содержащих в своем составе неприличные в широком понимании лексемы. Сам автор подчеркивал, что список выражений неполный, так как в словарь включили только те идиомы, которые были зафиксированы в доступных на тот момент письменных источниках. И все-таки использование ненормативной лексики – это моветон для культурного человека. Борьбу с бранными словами ведут с переменным успехом во всем мире. Созывают комитеты, изучают возможные пути решения проблемы. Но искоренение мата – сложная задача. Как говорят психологи, если человек сам не захочет избавиться от употребления неприличных выражений, то никто его не сможет заставить. Если же ты действительно хочешь это поменять, обратись к специалисту, если тебе это сложно сделать, прям сложно, вы проработаете эту ситуацию, разберете ее на мелкие-мелкие детали, составите какой-то определенный план, как ты будешь реагировать на определенные ситуации и постарайтесь эту ситуацию изменить. Сколько времени это займет? Это может занять годы. По данным опроса, Всероссийским центром изучения общественного мнения лишь треть россиян никогда не употребляет в речи нецензурные выражения. Саровчане тоже стараются ограничить в своей речи бранные слова. Пугаетесь в жизни матом? Как вы к этому относитесь? Конечно. Бывает. Лично я негативно отношусь к нецензурным выражениям, но никак не могу, к сожалению, перестать их использовать в своей повседневной речи. А синонимы не пробовали подбирать? Пробовала, но это скорее очень экспрессивные выражения, которые ничем нельзя заменить. Не употребляю. Ни сама, ни своим ученикам, ни близким никому не позволяла. И никто в моем присутствии никогда не выражался. 1 февраля вступила в силу новая редакция закона об информации, информационных технологиях и защите информации. Теперь администраторы соцсетей и видеохостингов должны выявлять и блокировать СМАТ. Новый закон не отменил старые. За нецензурную брань в общественных местах предусмотрен штраф до 15 минимальных размеров оплаты труда или до 15 суток ареста. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.